В прямом эфире седьмого канала новости в студии Юлия Славинская. Здравствуйте! Народное овечье возле Дюка и митинг под стенами областного УВД. Около трехсот активистов Евромайдана, самообороны и правого сектора вспоминали, как все начиналось год назад. Оценивали произошедшие события, декламировали стихотворения и пели песни. Затем акция переместилась на еврейскую под обл УВД, где люди требовали люстрации милиционеров, разгонявших Одесский Майдан и ответа на целый ряд вопросов. Чем закончился диалог активистов и правоохранителей, знает Андрей Цганко. Эти кадры иллюстрируют, как в Одессе начинался Евромайдан, последствия столкновений с милицией и акции протеста. Многие вспоминают эти события с гордостью, объединившись они стали силой, с которой пришлось считаться. Преступная власть свержена и теперь люди хотят сделать Украину такой, какой они хотят ее видеть. Свободной, единой и сильной, где власть работает в интересах людей. Люди начали просыпаться, люди перестали просто быть как стадо. И я считаю, что люди изменились только в лучшую сторону. Майдан за единство Украины, за ее будущее. Если есть полстакана воды, многие видят его уже наполовину пустым, то я вижу его еще наполовину полным. Я верю в это. Верю в Украину и слава Украине. Активисты Майдана, самообороны и правого сектора говорили также и о проблемах, с которыми продолжают сталкиваться. Незаконные стройки на лонжероне и трассе здоровья, произвол одесских чиновников, медленные темпы иллюстрации в рядах милиции, которая разгоняла Майдан год назад и не дала установить палатки подобного УВД накануне. А пока колонна вновь двинулась на еврейскую с намерением задать свои вопросы руководству одесской милиции. Выстроившись перед кордоном правоохранителей, они потребовали, чтобы к ним вышел Иван Катеринчук. Вместо главы областного МВД вышел его заместитель и первым делом попытался объяснить, почему не дали установить палатки. Он сослался на правило благоустройства города, которые это запрещают. Тротуар предназначен для движения пешеходов и установка. Никто никому не мешает двигаться по тротуарам, но установка палаток на тротуарах является нарушением закона. Выходили слушать, что мне не даете ответить. Вы мне не даете ответить. Следующим был вопрос алюстрации. Ряд милиционеров уже отстранены. Остальных 125 человек уволить одновременно не могут. Мероприятие перенесено на весну, а пока прокуратура проводит проверки, милиция согласна создать рабочую группу, которая будет держать ситуацию на контроле. В ее состав войдут и общественники. Беспокоит активистов и ситуация на лонжероне, в которой милиция, по их мнению, не стала на сторону людей. Наших ребят побили сотрудники гепарда или варта какая-то, какая-то дружина. Причем вы их задерживали. Какие расследования проведены? На каком основании они набрасывались на мирных людей, которые требовали всего лишь законности и документов? И как милиция расследует незаконную стройку? Мы не защищаем ничьи интересы. Давайте мы уйдем сейчас от фамилий владельцев, бывших мэров, действующих мэров. Я еще раз говорю, милиция за безопасность граждан. И для этого мы используем все предусмотренные законом ресурсы. В настоящее время проводится расследование. Вы это прекрасно знаете. А чему их не посты выскажите? Да, да, да. Это предусмотренная законом процедура. Последнее требование общественников разблокировать еврейскую милиция выполнила только после того, как они пообещали прекратить митинг и не устанавливать палатки. Напоследок активисты Майдана и самообороны спели гимн. Андрей Цыганко, Алексей Филиппов, 7 канал. События, произошедшие на выходных под стенами ОБЛВД 7 каналу, прокомментировал начальник управления Иван Катеринчук. По его мнению, все действия милиции, которая не допустила установку палаток, были законными. Кроме того, активистам заранее разъяснили правила благоустройства города, согласно которым устанавливать палатки на проезжей части и тротуаре запрещено. У меня перед этим был разговор, была встреча с Алексеем Черным у меня в кабинете, мы с ним пообщались. Я ему объяснил, что вы имеете право пикетировать, митинговать, но палатки вы не имеете права устанавливать. И Алексей Черный лукавит, когда говорит, что у меня с ним не было никакой встречи. Потом дальше он говорит о том, что он со мной встречался второй раз, и я усмехнулся и сказал ему, что я не буду реагировать по закону и что я буду делать так, как я считаю нужным. У меня не было с ним никакой второй встречи. Украина – это не Советский Союз. Это отдельная независимая страна со своей историей и культурой. С таким посылом к жителям Голландии обращаются общественные деятели. Представители украинской диаспоры в сложное для Украины время борются с российской пропагандой. В киноклубе «Блини Бископ» общественники читают лекции и показывают голландцам документальные фильмы об Украине. К фильму об оранжевой революции мы пригласили члена парламента Голландии, который очень много занимался и работал в Украине, чтобы он рассказал жителям Голландии. У нас Бископ рассчитан не на русскоговорящих, либо украинцев, это для голландцев. Попросили его рассказать о том, что происходило в Украине. Он был на Майдане как в 2004 году, так и в прошлом году. О событиях. Также общественники недовольны деятельностью посольства Украины в Нидерландах. Они считают его пассивным. Более того, они уверены, украинское посольство находится в подчинении у российского. Есть факты, которые подтверждают, что оно как бы не только сотрудничает с российским посольством, но и как бы оно в подчинении. Голландцы знают русский язык, знают уже украинский язык тоже много. И читают этот бред, и естественно уже сразу становится вывод о самой стране. Вы подставляете свою страну. Сегодня в зону АТО волонтеры отправили спальники, зимний камуфляж, белье и берцы для трех подразделений. Всего помощь получит около 200 солдат. Кроме одежды, в зону боевых действий волонтеры еженедельно доставляют продовольствие и другие необходимые вещи. Вот уже семь месяцев Наталья со своим мужем занимаются сбором и отправкой помощи в зону АТО. Все начиналось с маленького склада вещей в квартире, а потом с настоящим складом помогли друзья. Почти все свободное время Наталья посвящает поиску продовольствия и экипировки для солдат. Сегодня мы будем отправлять посылки в три подразделения, это к измаильским пограничникам. К ним уедут спальники натовские, которые нам подарили, слава богу. К ним уедет бензопила, которую они очень просили. К ним уедут продукты, уедут там солили мы сами селедку, там квашеная капуста, сладенькая тушенка и все остальное. Так как ребятам до этого мы уже очень много довозили, то все-таки остаются остатки. Солдаты сообщают Наталье в чем нуждаются, а она в свою очередь размещает информацию на фейсбуке. Люди реагируют очень активно. Помощь для украинских военных приходит из всех уголков мира. Из Монако, Швейцарии, Канады и России. 2000 рублей недавно пришло, при том это дала мама крымского военного, которые вышли из Крыма, она живет сейчас в Крыму, приезжала сюда к сыну и передала нам 2000 рублей. А кроме этого какая-то помощь из России поступала? Была одна посылка из Челябинска, там были носки, трусы и конфеты. На этой неделе волонтеры отвозят 154 спальника. 70 комплектов камуфляжа двух видов. Один австрийского производства, другой водонепроницаемый, производство Гортекс. Буржуйки и приборы ночного видения. Также соленье, выпечку и консервы, которые принесли люди. То, что отправляем мы, они кормят там и детей, и людей, потому что там ужасная ситуация продуктовая. Ну и вообще, там же живут тоже люди, там же живут тоже граждане Украины, которые сейчас не могут никуда выбраться, они рядом магазинов, они тоже хотят кушать. Каждую неделю большая фура с гуманитарной помощью отправляется в зону боевых действий, чтобы помочь солдатам. В ближайшее время Наталья планирует отправить в АТО машину скорой помощи. Нам предоставляют машину, сейчас ее будем переоборудовать, и это будет машина скорой помощи. Потому что очень попросили на 72-й бригаде ребята, у них полетели таблетки медицинские, то есть у них очень там серьезная ситуация, они находятся на первой линии под постоянными обстрелами, и есть раненые, и нужно их вывозить. Если вам не безразлична судьба военных, волонтеры принимают помощь по адресу улица Гагарина, 13. Анна Грынев, Олеся Повар, Сергей Чумаков, 7 канал. 111 тысяч гривен выделили на благоустройство военно-морского лице в Одессе. Напомним, что учебное заведение возобновило свою работу с 1 сентября текущего года. Приехав из Севастополя, учащиеся и преподаватели лице обнаружили лишь голые стены. Отсутствовали парты учебного оборудования, а в некоторых кабинетах не было даже окон. В связи с помощью многих людей, мы все-таки отновили функционирование, то есть в неналежном уровне, но еще много остается проблем, покращение побута лицеистов, так как они тут и проживают целодобно, ну и повышение, скажем так, покращение учебно-матеріальной базы. С помощью командования ВМС Украины частных предпринимателей фонда возрождения украинского флота производилось благоустройство учебных корпусов. На первом этаже был осуществлен капитальный ремонт, а на всех остальных – косметический. Кроме того, в аудитории была завезена мебель. Сказать по правде, когда я приехал сюда в июне и зашел в это здание, это было полуразрушенное здание с разбитыми окнами, где-то даже вообще не было рам. И когда Игорь Васильевич сказал, что нам нужна мебель, вот для начала хотя бы один класс. Я говорю, куда мебель? Сюда мебель? Да, сюда. Ну, так здесь же ничего нет. Деньги на помощь в благоустройстве лицея поступают с разных уголков страны и жертвуют все, как простые рабочие, так и предприниматели. Милиционеры и спасатели города Южный предотвратили самоубийство. Как сообщила пресс-служба областного управления внутренних дел, 24-летний местный житель забрался на телевышку и намеревался прыгнуть вниз, чтобы покончить с собой. Перед этим он зачем-то решил позвонить в милицию. Правоохранители вместе с сотрудниками ГСЧС и медиками незамедлительно прибыли на место происшествия. Ведение переговоров с молодым человеком взял на себя начальник Южненского горотдела внутренних дел Александр Луценко. Он заверил мужчину, что все его проблемы могут быть решены без таких кардинальных поступков с его стороны. В итоге мужчина отказался от своего решения и спустился с вышки, которая была к тому времени уже обесточена спасателями. В Котовске мужчина за рулем иномарки въехал в местное кафе. По словам свидетелей, водитель был пьян. Под колесами пострадали три человека, двое мужчин и женщина. Последняя теперь в больнице в тяжелом состоянии. Водитель оказался мужем начальницы Котовского следственного отдела. Пострадавшие утверждают, что женщина помогает ему избежать наказания. Услышал сзади себя машина на большой скорости, вылетела из-за угла. Я как раз только пойму посмотреть, он сбивает меня, сбивает клумбу и отскакивает сюда, в это заведение, где сидели люди. Этот человек был только первым, кто попал под колеса лихача. Сбив пешехода, водитель протаранил тент местного кафе. Внутри как раз были люди. Я только помню фары. Муж подруге закричал, что это отборится. Он откинул подругу, успел чуть-чуть откинуть меня, но им был сильный толчок и оказалась под машиной. При поступлении диагностирован перелом двойной левой голени и ушибленная рана лица. Очевидцы вспоминают, протаранив кафе, водитель стал ездить взад-вперед, при этом наезжая на бедную женщину. Потом он у меня поволок под машиной, аж к двери. Я уже не ощущала ничего, я только молилась, чтобы только остаться живой. Сразу после аварии водитель скрылся. Все, кто видел мужчину, уверены, он был пьян. Убегая, человек едва держался на ногах. Водителя с машины нельзя было вытащить. Он до такой степени был пьяный. Он назад, вперед, назад, вперед. Он когда убегал, шатался, может, я не знаю, пьяный-то сто процентов был. Гонщика быстро опознали местные жители. Он бывший милиционер. К тому же муж милицейской начальницы из Котовска. Водитель является мужем заместителя начальника последствий, то есть моего заместителя. И транспортное средство, на котором было совершено ДТП, также принадлежит начальнику следствия. Дело передали в областное управление МВД. Однако пострадавшие все равно не верят в объективность расследования. Анализы крови у водителя взяли только через три дня после происшествия. Большинство свидетелей до сих пор не опросили. Правоохранители не общались даже с врачами пострадавших. Ко мне не приходил никто, не обращался. Больше всех на объективность правоохранителей надеется Юлия. Сейчас она прикована к постели, ждет операцию. Врачи будут собирать по частям кости в ее ноге. Стоит это до 15 тысяч гривен. Компенсация от виновника аварии – единственная надежда для женщины получить такие деньги. Алексей Майоров, Константин Гак, Константин Длужневский, 7 канал. Конфликт вокруг одесского нефтеперерабатывающего завода перешел в силовую фазу. В минувшую субботу несколько десятков вооруженных людей в камуфляже со знаками отличия МВД Украины взяли предприятия под свой контроль. Вместе с ними на НПЗ пришли представители компании «Укртранснефтепродукт» с решением суда о передаче им нефтепродуктов, которые хранятся на территории завода. По их словам, к таким мерам пришлось прибегнуть из-за нежелания руководства НПЗ выполнять решение суда. Мы встретились с руководителями предприятия. Они категорически отказались исполнять решение суда. Была вынесена вторая ухвала суда от 18 ноября. Также было получено нами и руководителями данного предприятия, которую они также проигнорировали и отказались исполнять то, что написано в решении суда. Отмечу, что глава Днепропетровской облгосадминистрации олигарх Игорь Коломойский сразу же после инцидента на НПЗ сказал, что с момента ареста нефтепродуктов с предприятия якобы тайно было вывезено топливо в интересах бизнесмена Сергея Курченко, находящегося сейчас в Москве. Коломойский подчеркнул, что правоохранительные органы должны пресечь вывоз нефтепродуктов, так как вынуждены отвечать за сохранность имущества арестованного решением суда. До сих пор вывозу продукции Одесского НПЗ препятствовало руководство, ссылаясь на поломку оборудования для перекачки. Однако теперь силовики решили взять ситуацию под контроль. Нефтепродукты будут отправлены на склады госпредприятия «Укртранснефтепродукт». Это не наш завод, и он нас не интересует. У нас есть недогруженный Кременчугский завод. А Одесский НПЗ надо закрыть, чтобы не портить экологию Одессы. Она должна быть блестящей после потери Крыма. В свою очередь, по данным некоторых СМИ, автоматчики в камуфляже, которые взяли штурмом Одесский НПЗ, могут принадлежать к одному из батальонов «Днепр-1» или «Днепр-2», которые связывают с губернатором Днепропетровской области. Якобы после взятия предприятия под контроль бойцы приступили к выполнению функции охраны объекта. На улице Сахарова почти впритык четырем высотным домам собираются втиснуть 16-этажку. Неизвестная компания захватила всю придомовую территорию. Сюда выгрузили бетонные блоки, вырыли траншеи и начали возводить забор. В субботу жильцы перекрыли подъезд к стройплощадке своими машинами и устроили митинг-протест. Здесь была милиция, администрация и сами застройщики. Юлия Федорова расскажет все подробности. По техническим условиям это просто невозможно здесь строить дом. На митинг против строительства нового дома вышли жильцы сразу четырех высоток. Две недели назад они узнали, что вплотную к их домам, прямо на территории детской площадки, газонной трансформаторной подстанции будут возводить 16-этажку. Приходил юрист компании застройщика, адвокат. Он не предоставил никакой доверенности, а он просто предоставился, что он адвокат. И он нас уверил, куда бы мы ни жаловались, все равно здесь будет стоять 16-этажный дом. Людей поставили перед фактом. А уже через несколько дней здесь появилась тяжелая техника. Бетонные блоки, забор и началась стройка. Вдруг приехал грузовик с плитами и кран. И начали сгружать плиты там. Но это наша придомовая территория. Какой дом может быть здесь? Вообще абсурд. Пока дети резвятся на бетонных плитах, прямо за их спинами рухнула часть забора. Чудом никто не пострадал. Это территория единственной в окрестности уголок для местной ребятни и еще сохранившаяся зеленая зона. Если построить здесь высотку, к домам не сможет подъехать даже пожарная техника, говорят жильцы. А сотни квартир в одночасье окажутся в тени и без воздуха. Этажность домов и расстояние между домами не соблюдается. С точки зрения экологии воздуха здесь не будет, потому что будет устроительная пыль. В течение тех лет, которые будет строиться этот дом. Сегодня единственный подъезд к стройке жильцы перекрылись своими машинами и организовали круглосуточное дежурство. Тяжелая техника разворачивается и едет обратно. Поднимаемся утром и начинаем по очереди меняться. Кто куда отъехал, опять машину поставили. Стараемся так, чтобы здесь не было проезда. Стройка нарушает границы придомовой территории. Втиснуть сюда 16-этажку просто немыслимо, утверждают жители окрестных домов. Если мы отсчитаем от каждого дома по 20 метров, то построить здесь 16-этажный дом даже практически невозможно. Это можно построить трубу. Представители Суворовской райадминистрации признают, работы по возведению высотки на Сахарова, 32, незаконны. Декларации о начале строительных работ никто не видел. Советуют жильцам провести геодезическое обследование и уже с ним идти в мэрию. Как повлиять на застройщика в райадминистрации не знают. Мы не согласуем это строительство. Данный вопрос надо задавать управлению капитального строительства. Здесь повсюду одни недострои. Кому понадобился еще один, жильцы так и не смогли выяснить. Согласно документам, застройщикам значится компания под названием «Нью Лайф». По данным Единого госреестра, это предприятие зарегистрировано всего два месяца назад. Ни в официальной справочной города, ни в сети интернет, никакой информации о компании мы не нашли. Юридический адрес тоже не подтвердился. Ни опыта проведения строительных работ, ни соответствующего персонала, ни материальных средств, необходимых для проведения строительных работ, в этой организации нет. Почему нет? Потому что, если мы посмотрим в раздел «Размер уставного фонда», то мы увидим, что размер уставного фонда этого предприятия всего лишь 2000 гривен. Но мы прекрасно понимаем, что 2000 гривен сегодня для строительной организации – это воздух. Представитель компании «Нью Лайф» Алексей Абрамов на встрече с жильцами не обронил ни слова. Только слушал и запоминал. Все вопросы обещал переадресовать чиновникам мэрии. Заказчиком данного строительства является город. Управление капитального строительства города Одесса. Которое прошло все экспертизы, все согласования, с которым у нас есть договор о сотрудничестве, на основании которого мы строим. Попытка возвести здесь 16-этажку пресеклась еще в 2008 году. Тогда на основании заключения ГАСКО строительство было остановлено. Проект развития этой территории в прошлом году рассматривался в мэрии. Здесь собирались устанавливать спортплощадку и новый детский уголок. Но вопрос замяли. Юлия Федорова, Валентин Мирза, 7 канал. Рейдерский захват или восстановление порядка. Автовладельцы стоянки «Волна» боятся потерять свои места для парковки. Горсовет заключил договор на ее обслуживание с частной компанией. Люди уверены, что таким образом хотят отобрать землю, как это было на трех других стоянках на поселке Котовского. В ситуации разбирался Андрей Цыганко. Конфликты вокруг автостоянки «Волна» не утихают уже более 10 лет. Бытность мэра господина Бадалана. Земля под автостоянкой незаконным образом была безоплатно, якобы безоплатно передана 15 гражданам в собственность. То есть выданы госакты на эту землю. И эти госакты граждан на руках. Граждане в 2007 году подали иски о сносе. Стоянку не снесли, а суды продолжаются до сих пор. Теперь за нее взялся горсовет, который, ссылаясь на статьи налогового кодекса, постановил собирать с людей деньги. Стоянку поручили транспарксервису, который, в свою очередь, в октябре заключил договор на ее обслуживание с жилищно-управленческой компанией. Между людьми и директором этой компании разгорелся конфликт. По решению сессии, которая была в августе месяца этого года, депутаты признали эту стоянку, стоянкой городской. Поэтому парксервис... На каком основании? На основании того, что была проведена нейтрализация, у вас стоянка не узаконена, то есть никаких документов на нее нет. Решение сессии? Есть решение сессии, решение сессии не надо, не нужно. Люди, в свою очередь, ссылаются на решение Суворовской райадминистрации 2002 года, по которому право на эксплуатацию передано Совету стоянки «Волна». Отменено оно не было, деньги коммунальщикам платят. Нынешняя ситуация, считают автовладельцы, попытка захватить землю под видом наведения порядка. ЖУК – это... У них даже юридический адрес им достроят. То есть это строительная фирма. Строительная фирма строит дома, и эти дома обслуживают вот этот ЖУК. И это уже четвертая стоянка на поселке Котовского, которую они захватили. Так что они решили строить здесь? Дома наши стоянки? Тут место стоит где-то сотка, 20 тысяч долларов. Фактически это, грубо говоря, 2 миллиона долларов, плюс земля. Плюс такое пятно, здесь такого нет, чтобы можно было цельное. И здесь можно построить и дом, можно торговый центр построить, гостиницу, близко море. Все коммуникации есть. Конфликт завершился изгнанием директора компании. На сегодняшний день мы видим группу людей, которые пытаются по тем же методам, по которым действовало предыдущее руководство, эту стоянку опять захватить и получать все деньги себе в карман. То есть они из 500 пайщиков, которые здесь находятся, собрали порядка 300 человек, которым рассказали, что здесь что-то будет сноситься, что-то будет строиться, и решили таким образом захватить вас. Если вы видели, меня силовым путем отсюда выдворили. Люди, в свою очередь, обещают устроить акции протеста под горсоветом. Мы собираемся в митинг на Думской площади, чтобы мэр увидел, что тут не биомасса, не быдло какое-то. А люди, которые саморганизовались, решили, что нам не нужны какие-то рейдеры, которые будут забирать наши деньги и пользоваться ими. Заодно автовладельцы начали сбор подписей под обращением к президенту с просьбой разобраться в ситуации. Андрей Цыганко, Алексей Филиппов, 7 канал. С 1 января 2015 года в Украине будет введен новый календарь вакцинации. Об этом рассказала заведующая областным центром клинической иммунологии Одесской областной клинической больницы Людмила Самойленко. Немножечко изменена схема вакцинации. То есть, если раньше мы начинали вакцинировать наших детей 3-4-5 месяцев, это первичный вакцинальный комплекс у нас был. В большинстве европейских стран вакцинация начинается в 2 месяца. И в нашем календаре вакцинация будет начинаться в 2 месяца. Увеличится и промежуток между необходимыми детскими прививками. Теперь первые 3 будут делать в 2-4-6 месяца. Список заболеваний, от которых будут прививать, не изменится и будет содержать все те же 10 опасных недугов, среди которых и полиомиелит. Это заболевание особенно тревожит иммунологов. Благодаря той антивакцинальной кампании, благодаря тому, что у нас не совсем в достаточном количестве есть вакцины, у нас, к сожалению, снизился, резко снизился охват вакцинации от всех инфекций, в том числе и от полиомиелита. И поэтому мы очень боимся заноса вируса на нашу территорию. Если эффективным считается охват вакцинации на уровне 90% населения и выше, то в Украине от полиомиелита привито порядка 40% жителей. На данный момент вакцина от полиомиелита в области есть. Жидается еще одно поступление долгожданной вакцины БЦЖ. Имеется и около тысячи доз скомбинированных вакцин от дифтерей, столбняка и коклюша. Но многие родители, опасаясь низкого качества вакцины, принимают решение не делать ребенку прививку. По действующему законодательству, непривитый ребенок имеет право посещать дошкольные и школьные учебные заведения, отметила Людмила Самойленко. Концерты и бесплатная реабилитация для раненых из зоны АТО. В санатории имени Лермонтова проходят реабилитацию четверо участников военных действий. Их восстановление волонтеры взяли на свое обеспечение, а одесские школьники решили выступить перед ранеными в АТО, чтобы скрасить их лечение. Подробности далее. Ирина Серба находилась в зоне АТО в качестве врача. В полевых условиях оказывала помощь раненым, пока сама не получила ранения под Волновахой. Я, во-первых, у меня был такой страх жуткий, что я даже попрощалась с жизнью. Я вот так только лежала, мы же там все в форме, я вот так вот голову накрыла только, и думаю, господи, ну ладно, там дети поплачут, муж женится. А вот мама никогда не пережила просто моей смерти. Вся моя жизнь просто пролетела. Ирине с еще тремя ранеными на Донбассе предложили пройти реабилитацию в санатории имени Лермонтова. Три бойца АТО, которые находятся у нас на реабилитации, это после травм. Они лечатся в отделении реабилитации после травм. И один в церебровоскулярной патологии, там очень сильное сотрясение головного мозга, контузия и разрыв зрительного нерва права. В Одесском санатории имени Лермонтова уникальные тренажеры, разработанные более ста лет назад инженером Цандером специально для оздоровления после травм. Восемь есть, где больные проходят гидрокинезотерапия. Это в воде разрабатываются суставы, вытяжение подводное, вытяжение позвоночника. Психотерапия – это обязательно, потому что тут не только травма ноги, руки, головы, а здесь еще травма души человека. Поэтому психотерапия этим занимается. Ну и потом массажи, лечебная физкультура, самоотношение врачей – это любовь к нашим воинам. А вот деньги на реабилитацию – 36 400 гривен – собрали организаторы фестиваля «Укроп», который проходил два раза в течение осени. Мы подумали, отправить эти деньги в АТО – нет, мы против войны. И мы подумали, что война кончится, а людям нужно иметь здоровье. Этим бойцам, которые нас защищают, иметь здоровье. И мы подумали все деньги отдать сюда, в санатории, потому что узнали, что реабилитация – это действенно. А сегодня в честь раненых одесские школьники провели небольшой концерт, чтобы положительными эмоциями ускорить их выздоровление. Александр Полуев, Алексей Сорокин, 7 канал. Наш телеканал совместно с сотрудниками правоохранительных органов, волонтерами и общественниками провели совместную акцию для детей-сирот из Луганской и Донецкой областей. В список обязательных дел входил поход в кино, посещение океанариума и обед. Основная, конечно, наша цель сегодняшнего дня – это внимание, забота и тепло детям, лишенных родителей. Поэтому сегодня мы хотим максимально побыть с детками, чтобы они чувствовали и знали, что они не одни. Помощь всегда есть с любой стороны. Мультфильм, на который ходили дети, тоже был подобран с умом. Наши маленькие гости не только посмеялись от души, но и вынесли для себя полезные уроки, которые им еще пригодятся в жизни. Помимо развлекательной части, сотрудники правоохранительных органов провели инициативу учебной работы с детьми. Были проведены воспитательные беседы на тему преступлений и правонарушений среди подростков, проявлений жестокости, агрессии и детской преступности. Сегодня наш город посетили ребята из Донецка и Луганска. Возрастная категория деток от 8 до 15 лет. День у нас был очень насыщенный и интересный. У нас был осуществлен поход в кинотеатр, в океанариум. В ходе того, как мы пока добирались в океанариум с детками в автобусе, была проведена профилактическая беседа. Задавали большое количество вопросов. Дети реагировали абсолютно хорошо, инициативу проявляли, задавали большое количество вопросов. Помимо сотрудников правоохранительных органов, воспитательные работы с детьми провели общественники. Организаторы автомобильного сообщества «Автодвиж» вместе с представителями ГАИ рассказали ребятам о безопасности дорожного движения. Также детей порадовали зрелищным автомобильным шоу. Детям привезли машины тоже посмотреть, полазить, пофотографироваться. Им это интересно. Автобус приехал, дети что увидели первые машины, они на них налетели. Их еле оторвали для того, чтобы на мультик повезти. Им это интересно, и нам интересно. На этой неделе в Одессе ожидается по-настоящему зимняя погода. Дневная температура опустится до минус 2 градусов, ночная до минус 7. Об этом сообщает украинский гидромедцентр. В течение всей недели синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 85%. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам и берегите себя.